здравствуйте друзья дорогие подключайтесь наш прямой эфир сегодня сегодня у нас с вами я поделилась с вами сокровенным до своими эмоциями своими переживаниями мне конечно сейчас очень неудобно что я вот так вот открылась перед вами но значит наверно так нужно было чтобы вы узнали меня совершенно с другой стороны и ой простите из меня артибор еще кушает параллельно спасибо вам большое за вашу поддержку еще раз и я я правда очень рада что вы мне есть и что мне мне повезло что вы мне понимаете да были сообщения что что это пиар да как вы можете но друзья кто действительно считает что это пиар был с моим со всеми моими эмоциями пожалуйста наверно отписывайтесь лучше потому что потому что ну я такая настоящая вот если вам интересно задать вопросы по поводу этой ситуации по поводу наших отношений вы конечно можете сейчас задать и я с радостью на все ваши вопросы отвечу в рамках 15 минут но перед тем как отвечать на вопросы не помните я вам обещала разыграть список книг которые подготовит либо что-то вам вам откроют в вашем материнстве воспитания детей и так я уже открыла все приготовила пост открыла вот он мой пост все комментарии открыла так чтобы долго не сидеть не открывать вот начало поста и кто писал сообщение давайте сейчас на раз-два-три методом прокрутки маугли да тимур у нас тут на угле методом прокрутки выясняем кто же у нас выиграл готовы раз-два-три джул джул дубенко юлия дубенко да и наверное это это вы вот я вас поздравляю благодарю за ваш комментарий тоже очень очень интересно читать было всех 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 благодарю всех кто откликнулся и вот и рассказал свою историю потому что это вот живые истории они настолько важны настолько вдохновляют и понимают что а вот здесь можно вот так вот поступить и юля я вас еще раз поздравляю я вам вышлю список книг которые мне очень нравится для материнства для воспитания детей и с радостью поделюсь а кто не выиграл не переживайте снова я буду этот список пополнять и потом еще выставлю вам в пост и не знаю когда это получится но понемножку буду пополнять свои запасы книг и будут делиться с вами хорошо возвращаясь обратно к себе ну что давайте ваши вопросы тогда сегодня какие есть простите как мы времена вы видите мою моего мальчика любимого еще одного продублируйте пожалуйста вопросы если вы писали ранее что я их нашла бывает ли у вас желание так уйти в одиночестве что вы делаете ох да о как у меня бывают такие желания и наверно каждый из вас это ощущал чувствовал в полной мере со всей глубиной я к сожалению не могу себе позволить взять и уйти да я могу на полчаса вот был у меня период когда я все бросала и уходила в догонку дети кричали мама мы с тобой ты куда на море идешь нет я все уйти на полчаса ко мне пару раз всего лишь получалось остальное время к сожалению одна из моей мечты чтобы я могла уехать куда-то тихонечко да я уже не свои детей а я их а просто я очень-очень-очень скажу ими они у меня замечательные но все равно не хочется время от времени тишины да про тебя говорю да сейчас промотаю ваше сообщение я немножко конечно зарёбанная такая заплаканная эмоционально уставшая немного ну наверное это нужно тоже прочувствовать прожить с вами поделиться так вопросы какие продукты способствуют восстановлению хрящевой ткани смотрите не в продуктах дело что бы вы ни съели если тело не готово то ваш организм не сможет это все принять все самое важное необходимое в продуктах дело в печени печень вырабатывает желчь который является смазкой для наших суставов которая питает наши сосуды и это вот это важно да восстанавливайте работу желчного пузыря на печени и тогда у вас в принципе хрящевой хрящевая ткань будет восстанавливаться но кроме того много зелени это тоже очень важно кремний который я писала до кремниевую тоже обязательно включайте свой рацион а что случилось карина я уже удалила те stories которые я на эмоциях снимала чтобы не было все таки это пиаром не выглядело пиаром это уже прожито может быть вам кто-то расскажет не могу сейчас тратить на это время светлана сколько пить травы для микрофлора кишечника после отмена кориандра неделю хорошо вообще травы можно две недели пить вот этот вот потолок больше не пейте потому что в принципе эффекта уже не будет уже будет совсем другие ну привыкание будет происходить у организма к этим травам и вы не почувствуете должного эффекта от восстанавливающих трав например вы попили две недели один сбор трав а потом переключились другой сбор трав попили тоже как вариант можете использовать и вот так вот всю зиму на инстимулирующих либо на травы для кишечника жить но с условием если вы будете периодически опять же оздоравливать с кишечник очищать его вернее и свое питание не смешивать даже если у вас обработанная пища в рационе вот вы допустим приготовили тушеный лук с помидоркой и с грибами допустим да например да и не знаю например но обязательно сочетайте нарезали ту же морковку в прикуску либо свежие шампиньоны если вы употребляете тоже как вариант то есть сочетайте если есть обработанная пища сочетайте в одном блюде одни и те же продукты обработанные и свежие как действует кора ивы для чего вам кора ивы если от противокашливающие от кашливающие свойства в принципе да кора ивы обладает и противовоспалительным как многие из защитных вот этих оболочек растений вернее деревьев но вы должны понимать для чего для чего вы пьете если вы посчитали что кора ивы такая супер замечательная и приносит много-много пользы то конечно она обладает этими свойствами но не всем не всегда и нужно понимать для чего и когда вы будете это использовать напишите пожалуйста что вас беспокоит для чего вы хотите или сто процентов с рейдом стала капризной ночью чешется сухой кашель чем паразитов гонять я напишу обязательно вскоре пост но понимаете что пост антипредитарный я пишу общие рекомендации они могут и не подействовать но в большинстве случаев вот для начала можно использовать и будут хорошие результаты давать свои и если вы хотите более глубоко да вы можете попробовать то что я напишу но если вы хотите более глубокие уже рекомендации то это только в личной работе когда уже точно я узнаю ребенка понимаю что что нужно назначить и что принесет максимум максимум пользы а да это вот все симптомы но можно нужно нужно нам всем время от времени нужен перерыв в эмоциях в состоянии в том деле который даже самое любимое дело но если вот знаете есть определенный тупик когда вертишься вертишься делаешь 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 а очень тяжело да нужно сделать паузу вот уйти услышать себя чтобы понять потом может быть развернуться может обойти какую-то ситуацию может быть что-то иначе сделать в общем я и от души радуюсь своего супруга что и и и и и и и и что я не увидела его сообщение для меня со всей любовью с бережным таким чувством что чтоб я не волновалась а ну вот видите так наверное мне тоже нужно было эти все эмоции прожить чтобы чтобы мне легче стало тоже так 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 вопросы от чего вес может не уходить даже во время чисто гормонально может быть причина да может быть гормональная причина василина я бы в нашем курсе я в конце курса сначала двигайтесь вот двигайтесь после чистки печени вы уже увидите чистка печени так знаете так щелк и перед делает перезагружку всего организма вот уже увидите результаты пойдет веса вниз но гормональные изменения конечно тоже и питание если вы все вот грамотно питаетесь то я вам в конце курса обязательно выставлю свою лекцию о том какие травы вы можете использовать на выходе допустим из голода или вы будете использовать потом для того чтобы нормализовать гормональный фон ну в общем дождитесь в конце курса еще немножко и я вам обязательно выставлю эту большую лекцию свою покраснение под глазами периодически у ребенка два года это аллергическая может быть аллергическая может быть за стоим лимфы связанные но также могут почки давать потому что представительская область почек это как раз вокруг глаз рати куда ты бежишь и если покраснение по уши немного глазки то да это могут давать почки если я чувствовал что ему так нужно почему так спонтанно потому что потому что у нас есть обязательства и обязательства перед людьми которые у нас в курсе которые у нас на сопровождении и которых мы не можем бросить просто не можем но владимир вот видимо рассчитал почувствовал что все людям кто на сопровождении они откликнулись и писали мне потом сказали что не переживай мне владимир все рассказал дружок давай пошли вот поэтому спонтанно для меня да вот наверное сверх 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 ответственное не могу себе вот это позволить потому что я понимаю что ответственно за людей которые которых я сопровождаю владимир договорился с людьми и позволил тебе вот такой небольшой небольшой перезагрузка небольшую не физического тела а вы здесь отдых небольшой тмин и кориандр какой эффект дает кажется ничего не меняется за ранее спасибо лена тмин с кориандром ослабляющие эффекты если нет никакой реакции либо наоборот закрепление стола менять вот почему мужики такие мы тоже бывает уходят чтобы справиться со своими тараканами мой супруг что написал что он не хочет причинять вот своими эмоциями своим внутренним состоянием причинять тревогу нашей семье я считаю что это очень мужской поступок это достойно уважения уйти сберечь атмосферу своей семьи любимой семьи и вот вот разрешить себе где-то там испытать все эмоции прожить их но не вовлекать свою любимую семью в это я считаю что это ну возможно один из путей да мы женщины больше в себе носим да мужчинам это нужно проявить как-то скажите пожалуйста кориандр и тмин можно пить при завершении грудного скануна если сына около трех вернее это уже вечернее прикладывание конечно конечно тмин с кориандром можно в принципе и и раньше пить и с трех месяцев когда малышу три месяца не три годика поэтому не переживайте можно от чего ребенка пять лет часто выходят газики но это поджелудочная либо и надпочечники и пищеварительная система конечно это нужно восстанавливать пищеварительную систему мягко почистить печень и да будет облегчение будет легче все проходить но опять же смешивание как вы смешиваете продукты почему вызывается брожение тоже это имеет большие-большие значения зайды на сыроедение это иммунитет припадает если у вас нет кишечных инфекций если у вас нет гниющих зубов которые могут давать зайды иммунитет скорее всего борется по полной программе с теми залежами которые есть и нужно немножко помочь чтобы разгрузить иммунную систему почистить тело и тогда будет проходить не будет возникать их спасибо вам большое Вика я очень благодарна вам искренне желаю силы женской энергии спасибо 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 большое можно ли минскориандр беременным вообще беременным я назначаю но я не могу сказать вам можно или нет в большей части да я разрешаю но не всем мне нужно знать есть ли у вас гастрит нет ли у вас застоев в пищеварительной системе какие есть особенности вообще с желудочно-кишечным трактом вот не могу на сто процентов сказать как пить с минскориандром измельчаете зерна берете чайную ложку завариваете на стакан воды это минимальная дозировка можете потом увеличивать до столовой ложки на стакан горячей воды кипятка 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 потому что зерна отдаются максимум в кипяток и пьете сначала можете выпить половинку стакана утром натощак потом в обед можете выпить либо после обеда здесь уже разницы большой нет либо хорошо тоже можно использовать утром стакан выпить допустим если чайную ложку заварили и вечером стакан с чайной ложкой семян у меня есть большой пост посмотрите там и последний вопрос здравствуйте скажите пожалуйста как вы по вашему мнению лучше переходить на средние если особых проблем со здоровьем нет смотря сколько вам лет ну в любом случае кишечник вам будет благодарен если вы почистите его если вы восстановите микрофлору и тем самым ваше сыроедение будет более комфортное более грамотное без срывов без желания обработанной пищи хотя нет желание будет подниматься они знаете вот пластом у нас такой укладываются как лифт вот мы спускаемся сделали какой-то этап на сыроедении провели почистились пласт один убрали потом он поднимается другой нижней пласты и бывает вот так вот занимает несколько лет поэтому откликайтесь своим телом не бойтесь чисток попробуйте и и вы почувствуете действительно результаты самую лучшую сторону всем до свидания всего хорошего вам спасибо еще раз огромнейшее вам спасибо за то что вы у меня есть я очень рада что что вы у меня вот такие вот очень душевные и и понимающие кто поддержит и и согреет своим теплом спасибо вам большое всего доброго до свидания вам спасибо спасибо